привет друзья вы на канале знать подано рекомендую дослушать нас до конца возможно этот блок информации будет вам очень полезен ядерная война пожалуй это словосочетание способно вызвать ужас и тревогу у каждого человека который попытается себе представить что если вдруг не дай бог будет ядерная война ведь ядерная боеголовка способна буквально уничтожить все стереть с лица земли концом ядерной войны может быть конец жизни на нашей планете уничтожение всего человечества от одной только мысли бросает в дрожь что же делает ядерное оружие таким устрашающим спросите вы а делают его таким губительные последствия которые могут быть от взрывной мощности ядерного оружия к примеру вы наверняка слышали о сброшенной на хиросиму атомной бомбе а знаете ли вы что ее мощность приравнивается к 16 тысячам тоннам в тротиловом эквиваленте лидирующими странами обладательницами атомного оружия являются сша и россия затем к списку примыкают китай великобритания франция израиль пакистан индия и северная корея суммарно во всех этих странах насчитывается примерно 15 тысяч единиц данного оружия каждый из видов атомного оружия который имеется у этих стран может нанести непоправимый ущерб уничтожив большую часть с нашей с вами планеты существует предположение что если равномерно использовать все атомные оружия которые имеются уничтожая крупные города то могут пострадать 3 миллиарда человек а если собрать все мировые запасы ядерного оружия в одном складе и взорвать то по мощности это будет приравнена например к 15 извержениям действующего вулкана в индонезии каракатау последствия такого взрыва просто невероятно ужасающе а что собственно происходит после взрыва спросите вы сначала возникает огненный шар который напрочь может уничтожить 4830 квадратных километров превратив все просто-напросто выжженную пустошь затем образуется атомный гриб или грибовидное облако высота которого достигает 48 километров а после этих этапов наступает ядерная зима это когда частицы пыли и пепла оказавшиеся в небе после взрыва попадают мезосферу термосферу экзосферу образовывает тем самым взвесь который способна ограничивать или даже блокировать солнечный свет а это в свою очередь может привести постепенному понижению температуры в регионе или даже во всем мире если представить что люди смогут добыть все запасы урана и превратить их ядерное оружие то это приведет к тому что люди создадут еще 10 миллиардов тонн ядерных бомб и если произойдет одновременный взрыв всех этих бомб то наша планета может оказаться непригодной для жизни она может быть просто уничтожена конечно мы не знаем станут ли сверхдержавы применять ядерное оружие но пока она существует существует угроза взрыва и возникновения неизгладимых последствий этого взрыва поэтому основываясь на пословице предупрежден значит вооружен мы считаем что вам необходимо знать и быть осведомленными о том как же нужно себя вести если вдруг не дай бог случится это страшное событие во первых вам нужно знать об основных поражающих факторах применения ядерного оружия первый фактор это ударная волна она может распространяться и на все живые организмы и на здания необходимо знать что за 8 секунд ударная волна может преодолеть расстояние в 3 километра при этом уничтожив все что есть на ее пути негативные последствия вызванные ударной волной это пожары а у людей ожоги и даже ослепления следующим опасным фактором является радиация это поток гамма лучей и нейтронов испускаемых во время ядерного взрыва далее идет радиоактивное заражение после того как возникает ядерное облако из него могут выпадать различные радиоактивные вещества которые приводят к радиоактивному заражению данной местности насадки в виде радиоактивных веществ могут выпадать течение 10 20 часов после самого взрыва четвертым негативным фактором возникающим в результате применения ядерного взрыва является электромагнитный импульс который может вызвать неполадки электроники теперь когда вы уже знаете об основных поражающих факторах применения ядерного оружия поговорим о том что же вам нужно делать во время взрыва вы можете услышать тревогу и сообщения надвигающиеся угрозе в любом месте на работе дома на улице поэтому первое и главное что вы должны постараться сделать это найти убежище если поблизости у вас будет находиться бомбоубежище можно сказать что вам уже немного повезло если же нет то просто берите все необходимое и бегите в подвал или любое место находящиеся под землей будьте особенно осторожны если заметите яркую вспышку потому что это говорит о том что ударная волна может настигнуть вас за считанные секунды если во время взрыва вы находитесь дома то рекомендуется спрятаться в ванной чугунная ванна способна сократить радиационное излучение если вы на работе или в другом месте не дома постарайтесь спрятаться за чем-то что может послужить для вас защитой при этом расположитесь подальше от окон и обязательно укройтесь руками если нет подходящих предметов которые могут послужить для вас защитным щитом станьте в дверном проеме основных стен если удар застанет вас на улице и вам будет незачем скрыться лягте и укройтесь руками а что делать после того как взрывы прекратились земля не трясется и казалось бы все уже относительно спокойно вылезать из бомбоубежищ или еще переждать немного если вы находитесь бомбоубежище или подвале при этом у вас есть все необходимо конечно лучше переждать как минимум сутки или двое потому что в это время будет особо распространена проникающая радиация уже 20 минут после взрыва начнутся радиоактивные осадки поэтому если вы надумаете менять свое местоположение то нужно будет сделать это очень очень оперативно по громкоговорителем будет объявляться куда следует идти населению в общественных местах вероятно будет осуществляться централизованная эвакуация если бы вы были на улице ваш дом не находился в направлении очага взрыва скорее добирайтесь до дома добравшись плотно закрывайте все окна и двери затем снимите всю одежду и желательно поместив ее в зип-пакеты поскольку она может являться источником радиации направляйтесь в душ особенно тщательно промойте уши и нос чтобы избавиться от частичек радиационных осадков и пыли если вы находитесь более-менее безопасном помещении лучше не выходить сразу поскольку после взрыва как минимум сутки будут везде пожары при наличии средств связи попытайтесь получить доступ к информации о том что происходит вокруг после того как вы пережили сутки-двое рекомендуется взять документы деньги и попытаться покинуть город по завалам будет возможно определить направление очага взрыва чтобы вы могли сориентироваться и бежать в обратном направлении опасностью для вас может быть радиоактивная пыль которая потом будет распространяться ветром во всех направлениях поэтому ваша задача как можно быстрее идти без остановок в этом случае у вас будет больше шансов выжить если вы тем не менее чувствуете что ваши силы на исходе ни в коем случае не садитесь или не ложитесь на землю отдохнуть если вдруг вас застанет дождь на дороге сделайте что угодно чтобы этот дождь на вас не попал после того как вам удастся выбраться из города включайте радио по нему будут объявлять о местоположении пунктов обслуживания направляйтесь туда на месте уже предъявите документы которые вам удалось прихватить с собой сделайте глубокий вдох и поздравьте себя вам удалось выжить с нетерпением будем ждать ваших комментариев о нашем видео подписывайтесь на наш канал чтобы регулярно получать свою порцию пищи для размышлений знать подано